Здравствуйте! В эфире программа «Перспектива» и я ее ведущая Елена Хиль. Мы знакомимся с талантливыми, интересными молодыми губкинсами. Они рассказывают о себе, о своем успехе и о том, как они его добивались. В конце выпуска вас ждет сюрприз. Не переключайтесь. Сегодня в нашей студии молодежный активист, редактор и организатор игр КВН. Участник многих городских и окруженных мероприятий. Заведующий отделом досугового клуба «Гармонии» Центра «Современник» Максим Каланец. Здравствуйте! Здравствуйте! Максим, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, откуда родом ты и твоя семья. Мы родом с Украины. Приехали в 1994 году. Буквально на чуть-чуть, на пару лет. И вот уже 2019 год на дворе, и мы все здесь. А сам я вырос в Пурпе, там же и школу закончил, все 11 классов, и уехал уже в Тюмень в институт. А где ты обучался? Я уехал в 2008 году в город Ноябрьск. Поступил в филиал Тюменского государственного университета. Три года на очной основе учился и жил в городе Ноябрьск. И четвертый, пятый курс уехал в Тюмень, чтобы завершить обучение. А сейчас ты работаешь в Центре досуга детей и молодежи «Современник». Расскажи, что входит в твои обязанности? Работаю в «Современнике» уже четвертый год. Заведующим отделом стал буквально вот недавно. И в мои обязанности входят все мероприятия, касаемые экологии, здорового образа жизни, семьи. У меня небольшой штат, специалисты по работе с семьей и молодежью. Это четыре коллеги у меня. Они отвечают за различные направления. Я как контролирующий орган. Максим, ты, как и мы все, большую часть времени проводишь на работе. Как у тебя отношения с коллективом? Может, у вас есть свои уже образовавшиеся традиции? Традиции, да. У нас, так как у меня одно из направлений – здоровый образ жизни, у нас есть досуговая комната, там стоит теннисный стол. И мы с коллегами после работы очень любим перекинуться пару партиями, просто отлиться от работы. А расскажи, пожалуйста, про мероприятия. Какие запомнились, какие были самыми яркими в последнее время, на твой взгляд? В последнее время отметим, конечно, КВН-пати, которая у нас в городе состоялась. Это, по-моему, в ноябре месяце оно у нас было. К нам приехала команда с высшей лиги, финалист высшей лиги. Два дня такой бурной жизни КВН-овской охватило порядка, наверное, 70-80 человек, практически весь Ямал приехал. Также запомнилось мне мероприятие уже, что относилось касательно моего отдела. Мы проводили этот супермама-конкурс, который проходил в школе искусств Сверидова. Тоже очень ярко, красочно, зрелищно. Сколько лет ты занимаешься КВН-ом? И, насколько мне известно, ты редактор губкинских игр КВН. Все верно? Совершенно верно. Ну, в КВН я играю с 2005 года. Попал я в КВН, наверное, очень забавно. Меня взяли массовкой на подтанцовку. Мы поехали на областные игры. Была игра. Мы выходили в начале выступления команды, буквально 10 секунд танцевали и уходили. Все, вся моя задача была. После этого один из редакторов, я не знаю, почему, был разбор каких-то моментов с командой. Он сказал, пускай вот эти слова, уже не помню какие, скажет вот этот парень. И показал на меня. Я рассказал там что-то, какое-то стихотворение. Не помню уже всю суть. И я получил лучшую мужскую роль Тюменской области. В общем, вот так мой дебют состоялся на КВН. А насчет редактора игры КВН в Губкинском? Уже три года являюсь редактором Губкинской лиги КВН. Работаю с местными и приезжими командами. Также два года был редактором окружных игр КВН, школьных окружных игр КВН. Во-первых, опыт, наверное, редактуры такой. Что самое сложное в редакторе команд? И всегда твое мнение схожее с участниками? Скажу вам, как участник и как редактор. С редактором мнение практически никогда не сходится. Потому что как участник ты кропотливо это все выстраиваешь. Пытаешься донести редактору. А редактор уже как человек более опытный. Он видит это более масштабно, зрелищно. То есть уже чуть-чуть по-другому. И очень тяжело угодить и редактору, и команду, чтобы все были довольны результатом. Ты бывал на различных играх КВН. Расскажи, пожалуйста, какие для тебя были самые важные и самые запоминающиеся? Наверное, самая важная для меня игра была в 2017 году в городе Сочи, Кевинно. В 2017 он тогда назывался. Это в городе Сочи, где съезжаются все КВНчики со всех стран мира планет. Ты хотел бы попасть в высшую лигу? Ну, наверное, каждый КВНчик играет до этого, чтобы, наверное, попасть в высшую лигу. Конечно, как же без мотивации? Если нет мотивации, зачем тогда заниматься этим? Конечно, мечта. А если бы все-таки так случилось, и ты попал в высшую лигу, что бы ты сказал Маслякову? Как долго я сюда и шел. КВН игра для молодых или она не знает возраста? КВН не знает возраста. Это игра для всех. Можно играть в абсолютно любом возрасте. Главное, чтобы присутствовало чувство юмора. Я работал с различными командами в плане авторства, в плане построения команды. Есть различные. Даже высшая лига доказывает, что играет команды, сейчас действующие чемпионы. Вятка. 42 года. 38 лет. КВНщики часто говорят, что уходят из игры. Я про телеверсии. Это особенности высшей лиги или это такой пиар-ход команд? И можно ли уйти из КВНа? Планируешь ли ты, кстати, уйти? Мне кажется, из КВНа уйти нельзя. Это уже как образ жизни. КВН, он преследует тебя всю жизнь, если ты этим делом занимался. Да, можно уйти со сцены, как КВНчики любят. Мы уходим со сцены говорить. Но некоторые уходят для продолжения какой-то сольной карьеры уже. Некоторые выбирают другой пути развития. Так все-таки это в большинстве случаев пиар-ход? Да, я думаю, что да, это все-таки пиар-ход. А помогало ли тебе чувство юмора в жизненных ситуациях? Если да, то в каких? Я думаю, что мне помогало чувство юмора. Не могу сейчас помнить конкретную какую-то историю, чтобы привести в пример, где. Но те, кто меня знают, мне кажется, меня поддерживают. Максим, как думаешь, какие перспективы у губкинских команд, на твой взгляд? У губкинских команд, я думаю, что есть перспективы. В 2018 году губкинская школьная команда стала чемпионами окружного фестиваля игр КВН. Сейчас, вот уже в феврале месяце, мы поедем, можно сказать, повышать свой класс. То есть мы выступали в группе ДНВ, стали чемпионами. Сейчас съедем повышать свой класс уже с теми командами, которые имеют опыт. То есть в дальнейшем, если там получится, можно уехать уже на высшую лигу для школьных команд. То есть перспективы есть, нужно работать, стремиться, развиваться и двигаться в этом направлении. Максим, ну я думаю, все получится. Тем более, по словам твоих коллег, ты очень целеустремленный человек. Давай узнаем, что еще они про тебя рассказали. Максим – человек слово. Он ни разу в жизни меня не подводил. Что касается работы, вот он очень ответственный. На всех моих крупных мероприятиях Максим рядом со мной. Это мировой звукарь, который всегда из любой ситуации выйдет, и никто даже не поймет, что что-то пошло не так. Обаятельный молодой человек. Раз. Молодой, интересный, креативный. Это помогает ему в работе, это привлекает, я думаю, что большое количество наших посетителей. Конечно, тоже его большая заслуга, потому что с ним интересно, с ним легко. И он заряжает энергией. Человек очень позитивный, занимается КВНом, с юмором, с шутками. Никогда от него не слышно было никаких грубых слов, никаких нареканий. Ну, в общем, если даже какие-то недовольства, а он у нас заведующим работает, он все равно все это выводит на позитивные ноты. Поскольку он играет в КВН, и это его жизнь, он также и в работе, и в жизни себя постоянно проявляет, поэтому с ним всегда весело, никогда не бывает скучно. Очень оптимистичный молодой человек, очень отзывчивый молодой человек, всегда готов прийти на помощь и помочь каждому из нашего коллектива. Максим, расскажи, пожалуйста, о своей семье. У тебя есть младшие братья или сестры, и чем они занимаются? И часто проводишь с ними время? Да, у меня есть младший брат, у нас с ним разница в 12 лет. Наверное, он пошел по моим стопам, тоже связано с творчеством. Они живут, он живет вместе с родителями в поселке Пурпе, там он занимается в театральном коллективе, занимается танцами. Тебе сложно находить общий язык с детьми? И я знаю, что летом ты курировал отряды МТО. На мой взгляд, мне кажется, что я легко нахожу общий язык с молодежью, со школьниками, довольно-таки просто у нас складываются отношения. Максим, а что касается твоей личной жизни? У тебя есть дети и жена? У меня нет жены и детей, но есть девушка, мы уже долгий период времени встречаемся. Максим, расскажи, пожалуйста, про свой идеал семьи. Это мои родители. Я считаю, что я равняюсь на них, хочу быть похожим на своих родителей. Считаю, что они идеальная семья. А сколько времени они уже в браке? 28 лет. Да, много. Да, идем к юбилею. А что касается друзей? У тебя их много? То, что я играю в КВН, друзья есть, можно сказать, по всей России, даже за непределами России. Очень много, везде ждут, везде зовут в гости, везде можно попутешествовать. Максим, а как ты проводишь свободное время? Свободное время люблю провести дома с семьей, с девушкой, также люблю в футбол поиграть. Максим, лично от себя я могу сказать, что ты очень добрый человек. А вот твои друзья подобрали другие прилагательные. Давай посмотрим. Мы с Максимом познакомились в детском лагере. Лагерь назывался «Радость» в Тимонской области. Нам было лет 10-11. С того периода можно считать, что мы официально знакомы. Далее, на какой-то период времени наше общение прекратилось. И уже, будучи взрослыми, нас объединило общее увлечение. Это занятие КВНом. И тогда мы стали более ближе общаться. Хочется отметить, что этот человек надежный. И с этим человеком можно генерировать идеи, идеями, планировать какие-то общие события интересные. И я всегда знаю, что если мне потребуется помощь, этот человек мне никогда не откажет. И данный человек вообще очень значим в моей жизни. Повлиял на многое количество событий. Максим – это добрый, честный, справедливый, на мой взгляд, человек. И мне кажется, я всегда могу положиться на него в любой ситуации. Максим, о чем ты занимаешься помимо работы? У тебя есть хобби? Да, я люблю играть в футбол. Наверное, это такое мое основное хобби. А ты увлекаешься еще каким-то спортом помимо футбола? Может, какой-то нравится? Нет, мне нравится футбол. Только? Только футбол. Даже другие виды спорта не смотришь и не болеешь? Нет, я могу посмотреть там олимпийские игры, то есть различные. Но так, чтобы следить, чтобы быть постоянно в тренде, знать все новости, то это только футбол. Максим, а ты любишь читать? И может, есть любимая книга? Сфера моей деятельности очень мало свободного времени. Но если мне удается прочитать, есть парочка любимых книг. Вот, например, трилогия «Властелин колец». Есть фильм, есть книга. Книга круче. А что касается фильмов, какой жанр тебе по душе? И часто посещаешь кинотеатр? Фильмы люблю. Кинокомедия тоже близко мне по моей натуре. И люблю также фантастику, люблю исторические фильмы, люблю ходить в кинотеатры. А если смотришь телевизор, то какой канал любимый? Или шоу, или передача? Ну, любимая передача у меня импровизация. А любимый телеканал «Матч». А какая любимая команда в футболе у тебя? В футболе у меня любимая команда – это футбольный клуб «Милан» Италия. Максим, как раз на тему футбола мы подготовили тебе задание. На экране появятся фотографии знаменитых футболистов. Твоя задача – угадать, кто изображен на экране. У вас, дорогие телезрители, также есть возможность проверить свои знания. Первую картинку, пожалуйста. Зинадин Зидан. Это футболист сборной? Сборной Франции, Реал Мадрид, Ювентуса и тренер. Наибольшую популярность он как раз обрел в этих командах. Следующий, пожалуйста. Кто это? Это Луис Суарес, игрок сборной Уругвая и футбольного клуба «Барселона». Да, нападающий испанского клуба «Барселона» еще помимо Уругвая. Считается одним из сильнейших нападающих в футболе. Следующий, пожалуйста. Это Лука Модрич, он полузащитник сборной Хорватии и Реал Мадрида. Действующий обладатель золотого медчастья. Лучший игрок, наверное, считается 2018 года. Спасибо. Следующий. Александр Головин, игрок сборной России и футбольного клуба «Монако». Да, заслуженный мастер спорта России можно добавить. У нас уже в программе есть традиционные вопросы. Максим, если бы Голливуд снимал фильм про тебя, кого бы ты выбрал на главную роль? Джонни Депп. Почему? Ну, мне кажется, этот актер бы смог отобразить меня как образ. А если бы у тебя было три месяца свободного времени и никаких финансовых ограничений, что бы ты делал? Отправился бы в косвятное путешествие, наверное. А если бы ты смог поужинать с любым актером знаменитым или актрисой, может, поэтом или поэтессой, кто бы это мог быть и почему? Джонни Депп, чтобы объяснить, как сыграть меня. Отлично. Теперь переходим к глиц-опросу. Твоя задача – отвечать не раздумывая и по возможности быстро. Губкинский. Город мечты или город спортивный? Спортивный. У тебя есть слово-паразит? Если да, то какое? Ну, 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 вот. А что можно делать изо дня в день, и это не надоест? Ходить на работу. Грандиозные планы или спонтанные действия? Спонтанные действия. Пойти в спортзал или полежать на диване? Полежать на диване. Спасибо большое за беседу. Наша программа подходит к завершению. В конце выпуска Максим подготовил для наших телезрителей подарок. Расскажи, пожалуйста, что за подарок и какое задание прилагается к нему? Ну, задание такое касательно моего хобби. Коль я люблю футбол, хочу и задать такой футбольный вопрос. Назовите футболиста, забившего за один календарный год наибольшее количество голов. За правильный ответ я бы хотел наградить билетом в кино. Спасибо большое, Максим, за беседу. Было очень интересно. А у нас правила очень просты. Наш выпуск появится на страничке телерадио компании «Вектор» в социальной сети ВКонтакте. Свои идеи и ответы пишите в комментариях под записью. Тот зритель, который оставит комментарий первый, и выиграл. Правила с этого года поменялись. Теперь подарок может получить один человек один раз. А у нас на этом все. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова